ТОРГОВЫХ ТОРГОВА ТОРГОВЫХ ТОРГОВА 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 с ними провести беседы, да, переговорить как-то. Они вообще не откликаются. В торговле заняты тысячи человек. Пандемия заставила многих остаться дома. За это время двери их рабочих мест покрылись толстым слоем пыли. И так почти по всему проспекту Кирова. Сюда давно никто не заходит. И если продуктовые магазины еще как-то держатся на плаву, то остальным после эпидемии придется туго. На сегодняшний день мы проводили опросы среди предпринимателей. Ответило нам на опрос 350 человек. И по этому опросу получается, что 20% предприятий малого и среднего бизнеса получили или должны в ближайшее время получить какие-либо меры поддержки. Остальные 80% не относятся к числу так называемых пострадавших отраслей. Они просто простаивают. Туда относятся и мебельные магазины, и другие непродовольственные магазины. То же самое касается людей, которые оказывают услуги. Поэтому те, кто не получит 80%, они находятся в очень жесткой ситуации. И очевидно, что часть из них придет в банкротство. Часть из них сократит свои коллективы. Эпидемия коронавируса в бизнес-сообществе получила название коронакризис. И накрыла эта волна в том числе и туроператоров, сотрудники которых, возможно, не вполне оправятся после тяжелой финансовой болезни. И здесь пыльные ступени ведут к закрытым дверям. Мысли о летнем отпуске приходится прятать под маской. По словам председателя Комитета торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере туризма Дмитрия Анпилогова, к концу пандемии сотрудники отрасли скоро сами отправятся в тур по поиску работы. Нам не то, что мы не можем сейчас пойти в офис и начинать что-то делать. Нам нечего подавать, но нельзя работать. Черепина марта запрет на продажу туров за рубеж, а теперь вообще или даже по всей России, даже по области. Как вы считаете, грозит это массовым увольнением вообще сотрудников? Ну, естественно, конечно. Единственный способ выжить в этой ситуации это максимально снизить расходы все текущие. Несмотря на плавные попытки вернуться к рабочим дням на федеральном уровне, поговаривают, что последними должны открыться кафе и рестораны. Местные эксперты же опасаются, что открываться попусто будет некому. Я даже думаю, что я, наверное, здесь соглашусь с некоторыми московскими рестораторами, которые говорят, что да, мы на сегодняшний момент и в ближайшее время, ну, наверное, практически будем разорены. И это говорят очень довольно-таки известные люди, в ресторанном бизнесе в Москве, как бы, которые имеют не одну точку, а много. Скажем, та же шоколадница, например, собирается закрыть до 50% своих точек. До 50, понимаете, половину. Смотрите, какое количество людей высыпутится. Тем временем за март и апрель работу уже потеряли почти 12 тысяч саратовцев. Безработными признаны 11 тысяч 841 человек. Такие цифры предоставило региональное министерство труда и социальной защиты. 16% были заняты в торговле, 13% на обрабатывающих производствах, 6% в сельское хозяйство, 5% в сфере образования, транспортировки и хранения, а также здравоохранение и социальные услуги. 4% в строительной отрасли. А вот найти работу или даже попасть на прием в центр занятости. Почти нереально. Молодая пара на крыльце филиала Волжского района. Попасть туда нельзя даже в виртуальной реальности. Прием граждан не осуществляется вообще. То есть попасть туда нереально. То есть чисто через портал и все документы там. Через госуслуги? Госуслуги. Я сегодня заходил лично, пробовал там подать. Вот, она пишет, что Саратовская область не входит в регионы, где можно подать документы. В самом центре занятости расшифровывают механизм. На портал, работа в России. А потом уже и мы ему потом звоним, завещаем, когда он поставлен, когда заявление получено, когда размер пособия назначен. Следующую встречу назначаем. Все сопровождаем. При этом сами работодатели и их сотрудники с первых же дней режима самоизоляции начали готовиться к худшему. Об этом недвусмысленно говорит рост обращений в трудовую инспекцию. Безусловно, количество обращений в наш адрес, если мы говорим в законченный месяц апрель, оно возросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В прошлом году у нас в месяц стандартно. И в каждом месяце у нас 600-700 обращений. В апреле этого года было порядка 800. У нас в период марта, апреля мы нашу горячую линию перевели на круглосуточный режим работы. И у нас много вопросов. Вот обращения это уже жалоба. Понимаете, да? Это когда гражданин подал жалобу для того, чтобы мы проводили надзорные мероприятия. Но вот период в март-апрель у нас возросло количество обращений на горячую линию, где граждане получали консультации сотрудников трудовой инспекции о том, как им себя вести, как они, не только, кстати, работники, но и работодатели консультировались. Поэтому вот если рассматривать вот в этой части консультационных, конечно, значительно возросло у нас. При этом перерастет ли количество обращений в кратное количество жалоб на работодателей после пандемии это вопрос скорее не риторический, а вполне напрашивающийся.